Какой дождяра припустился. Вот это так вот оставил окна и уйди на работу. Смотрите, забиваешь сюда, течет сюда. Надо закрывать окно. Какой дождь пустился. И ненадолго, да? Ну такой проливной. Давно я такого дождя в Дрездене не видела. Ага. А как мне сейчас вылезти туда, окно закрыть? Надо же намокнуть. Придется лезть. Да, дождик, дождик. Встекает вон как по крыше. Там нормально. На кухню пришла. Посмотрите, вот здесь вот видите, такие потеки. Это пять минут. Сколько там того дождя? Небо какое. Ну вот, это уже была лужица. Надо ее вытереть, дотереть сейчас. Так вот оставлять окна. С такими окнами ничего оставлять нельзя. Слава Богу, что была дома. Так, а здесь здесь надо тоже это кресло вытереть. Короче, все обошлось. Полотенце постираю. Вся история. Ой, боже мой. И здесь тоже. И этот стульчик. Ты посмотри, а? Посоливала как. Сколько, чтобы дождя было. и на столе. Да, гремит. Угу, точно. И видите, как ветер дул в эту сторону, набивал дождя. Боже, как хорошо, что я была в квартире, что не случилось ничего такого более серьезного, потому что, дай Бог, чтобы эта вода высохла, чтобы все обошлось и не осталось никаких пятен. Ну, надеюсь, что не останется. Вот. Ну, еще раз и еще раз говорит о том, что, уходя из дома, особенно на работу, надо окна закрывать. Либо смотреть прогноз погоды. Потому что я сегодня прогноз погоды не смотрела. Гремит. Да. Креминг-гром. Где какой припустился. Ай-яй-яй. Это погремело и пошел опять. А тучи где-то там, сбоку. Ничего себе. Вот это дождяра. Доброе утро. Я уже поставила стирку. Часть 25 она будет стирать. Машинка как раз успеет до работы. Мне сегодня утро позднее. Я почему-то спала подольше. Ну, спала, валялась, короче. Видосики смотрела. Такое. Ничего не делала. Как-то у нас так прохладно сегодня на кухне. Пришла на кухню. Сейчас меня, знаете, что интересует? Меня интересует, есть ли пятна на стене. Ну, пятен таких нет. Водичка высохла. Да. Явно в пятен нет. Пока что утро прохладное. Сейчас я вам покажу утро. Сколько времени? 9.08. Да. Людмила там своей новой. Маша, привет. Так. А что бы мне приготовить на завтрак? Не знаю. Не знаю. Нет у меня сегодня фантазии. Ладно. Сейчас что-нибудь придумаем. Так. Не хочу сегодня ничего такого готовить. Позавтракаю легенько-легенько. А сейчас чайник только что закипел. Заварю себе кофеечку. Ничего сытного такого не хочу. Ничего сладкого. Ну, я имею в виду и вкусняшек не хочу. Будет у меня вот это вот, как это называется, остатки черешни. Остатки сладкие. Сегодня такой ветерок приличный. Там дует из окна. Видите, волосы. Как будто бы я на улице. Сейчас заварится кофе. Не знаю. Что-то я сегодня ничего не хочу такого кушать. Основательного. Пойду сегодня на работу. Наконец-то. Два дня продыхала. Особенно такого ничего не делала. А, вчера еще не показала вам мыло эти. Мусорные контейнеры. Там у нас, получается, три мусорных контейнера стоит. Я, ну, вынесла мусор, помыла, перемыла все контейнеры. Вот так что теперь чистенькие. Поставила туда чистые кулечки. Нет моего соседа. Уехал куда-то. Ничего мне не сказал. Ну, ладно. Пускай едет. Вот. Без него тише и спокойнее. Хотя он, в принципе, тихий. Ну, есть. Некоторые моменты. Ладно. Вот. Алискут. Все хорошо. Буду пить кофе с черешней. Печеньку не хочу. Потому что печенька еще есть. Ну, и пить. Вот. На работу у меня сегодня на 12. И у нас получается так, что у нас с 11.30 уже начинается, ну, как бы обед. Обеды. Ну, я там, наверное, и сделаю себе ранее, что-нибудь покушаю. Посмотрю, что они приготовят. Так что, так вот, сегодня без завтрака. Получается, сегодня рабочий день с 12 до 18. И завтра суббота. Ну, субботы у нас, как правило, всегда ударные. Вот. Тоже смена будет с 12 до 18. Почему ударные? Потому что, ну, это все-таки сфера торговли, сфера питания. И в субботу эта вся сфера в Германии работает. Ну, сейчас, знаете, вот в последние недели, что заметила, ну, это все знают у нас на работе, что были очень теплые дни, было жарко, и такого большого наплыва клиентов у нас, как обычно, нет. Я помню, я помню, в прошлом году, когда я приехала сюда, в Дрезден, в августе месяце работать, то, конечно, тут был Армагеддон, помню, потому что было столько народу. Это еще и совпало с летними каникулами, и с отпусками, и в этот период было очень много людей. Все приходили, каждый день был как суббота, каждый божий день был как суббота. А сейчас нет, сейчас суббота более-менее. Ну, так, люди, конечно, есть, ты не гуляешь, ты работаешь все время, но, тем не менее, такого Армагеддона, такого огромного количества наплыва народу, когда в зале только одни люди, на кассах только одни люди, и у нас только одни люди, я последние субботы не наблюдаю. Хотя, вот опять же, сегодня прохладно, завтра, наверное, будет прохладная суббота. Может быть, людей станет больше. Вот так, ладно, у меня сегодня такое естественное охлаждение кофе. Как там? Кофе на свежем воздухе, да? Давно ли вы пили кофе на балконе? Я очень давно, правда. У нас там есть балкончик, но я туда не хожу, он такой, не совсем балкончик, он как называется, как комната больше. Вот, я туда не выхожу, мне там не очень нравится. Вот он закрыт, и все. А здесь, здесь так привыкла завтракать, обедать. Так что, вот так вот. Тихих дней и ночей, чтобы у всех у нас было ближайшее время. Все хорошо. Все, пока-пока.